итак доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и с божьей помощью мы начинаем 70 уже у нас 79 урок вообще 79 урок вообще вот это постоянство этом это постоянство это сила самое главное качество вообще в мире это постоянство любовь кочережка первого нас яков шатанин все есть яков шатанин здесь можно начинать бушека мясорубка все и так дорогие друзья у нас сейчас мы находимся находимся мы сейчас на двадцать восьмом отрывке двадцать восьмой отрывок и у нас сразу же 12 человек все лилия берман здесь же все двадцать восьмой отрывок все готовы ботер то и так значит двадцать восьмой отрывок он начинается с того что давайте сейчас пока собираются я скажу кратко содержание предыдущего отрывка предыдущий был что тот кто идет к добру тот кто стремится к добру он должен вначале попросить ивакеш рацион он должен то есть ему нужно сделать двойное усилие кто-то стремится добру должен начали у бога попросить еще желание стремиться к добру это удивительная вещь да то есть потому что желание у человека по природе стремится к добру нету то есть есть желание у человека стремиться к удовольствием стремиться к пище какой-то к ну вообще вот как каким-то вещам которые не являются добром просто такой на животном уровне и как один английский сказал писатель что все что мне нравится или аморально или запрещено или ведет к ожирению даже если разрешено аморально если запрещено то запрещено законом или ведет к ожирению то есть еда все теперь получается так тот кто хочет стремиться к добру к торе к свету к духовности к богу к заповедям тот должен и вакэш рацион мяшем он попросит рациону бога а тот который вы дурэш ра тавейно тот кто просто дурэш это лидрош это как прячь да вот пряжу брали это самое дальше цемеру пишки то есть брали комок шерсти из него что-то вытаскивали так тот дурэш ра просто этим занимается тавейно он его обязательно приведет вытащит и поэтому запрещены все плохие мысли это очень важная штука такая плохие мысли что значит плохие мысли беспокойство страх за будущее это все плохие мысли то есть ты этими мыслями сомневаешься в воде сомневаешься в себе почему-то ты думаешь что будет плохо и этим самым ты приводишь это плохое и если ты начинаешь размышлять о всякие это то что димеон воображение под человеку подкидывает всякие такие картинки но вожделение то же самое если ты об этом размышляешь что ты к тому при можешь прийти не дай бог теперь дальше 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 у нас да можно заходите дальше нас 28 отрывок 28 отрывок такой бутэк башро у и поль тот кто уверен в своем богатстве он и поль он упадет дословно переводится веке але цадитим и фраху и как листья цадите они расцветут значит а в ты ли мы знаем известный посылка цадика тамар и фрак и фрак то есть цадик как пальма будет расцветать теперь очень часто используется вот это вот сравнение дерево да для того чтобы обозначить сущность человека есть дерево у которого очень много листьев и маленькие корни и тогда это дерево если дует ветер она падает есть дерево у которого наоборот листья мало но очень мощные корни и очень плоды такие у него вкусный было да то есть и у также у человека то есть есть у человека какие-то корни это откуда он взялся а что он думает, это то, что не видно сверху. Есть внешние, это листья. Теперь богатство, оно как внешняя часть у человека. То есть, вот есть человек, он вроде говорят, он богатый. А что значит он богатый? Вот он стоит, у него есть его тело, у него есть тело сверху, одето одеждой какой-то. И говорят про него, что он богатый, что у него где-то что-то есть. Но оно же где-то что-то. И так как оно где-то что-то есть, оно сейчас есть, а потом не будет. А может у него и сейчас нет. То есть, ты когда смотришь на человека, он, например, очень богатый, а у него все перезаложено, он весь на кредитах. И есть очень много людей, которые, они реально, они живут как очень богатые, они тратят миллионы долларов, но все эти деньги, они привлеченные. То есть, они умеют привлекать деньги со стороны. И, ну там, большинство именно богатых людей, которые считаются очень богатыми, они работают на чужих деньгах. Небольшинство, я думаю, все, все богатые люди, вот в мире такие, очень богатые, да. То есть, они все владельцы акционерных компаний. Тот же Джефф Безос, он владелец, самый богатый человек в мире, ему принадлежит 15% от компании Амазон. А вся компания Амазон принадлежит другим людям. И он ее придумал, он как бы самый богатый. Его доля сейчас стоит, 140 миллиардов долларов его доля стоит. Но что интересно, вы знаете, что компания Амазон первых 10 лет была убыточная существование. То есть, она росла, он занимал деньги, занимал деньги, занимал деньги. И только через 10 лет появилась первая прибыль. Вообще. И она была очень маленькая. Он все равно продолжал вкладывать, вкладывать чужие деньги. И в какой-то момент, на сегодняшний день, она там, ну, приносит у нее огромные обороты. И все, то есть, она оценивается как перспективная. Но по факту, она как оценивается перспективная, так же она в один день может упасть в цене. Теперь написано здесь, это царь Соломон был богатейший, мудрейший из людей. Он жил почти 3000 лет назад. Он говорит, Бутыак Башро, тот, кто надеется, вот он уверен в своем богатстве, что оно его сущность, да? Он и поле, то есть, он рано или поздно, он упадет. А цадик, а кто такой цадик? Цадик, цадик это тот, кто уверен в Боге. И его, как бы, уверенность, надежда, вера, она именно на Бога, что Бог даст ему удачу. И Бог его спасет, и Бог ему даст все. И, а как с Богом я могу взаимодействовать? Делай его волю, как ты делаешь свою волю, чтобы он сделал твою волю, как его волю. То есть, когда ты, с Богом мы можем взаимодействовать, как вот, когда люди любят друг друга, да? Как они друг с другом взаимодействуют? Там муж знает, что жена любит цветы. Значит, что делает муж, дарит жене цветы. Жена знает, что муж любит борщ. Что делает жена, чтобы проявить любовь к мужу? Она ему делает борщ. То есть, вот, она ему борщ, он едет цветы, они любят друг друга. С Богом взаимоотношения, они примерно идут по такой же схеме. Бог, значит, человеку дал заповеди и сказал, значит, вот так оно работает. Это делай, это не делай. Если ты делаешь, этим ты проявляешь, что ты меня любишь. Если ты это не делаешь, этим ты, значит, не проявляешь, что ты любишь. Хорошо. Теперь, значит, садик, он расцветет, как кто? Как лист. Садик разведет, как лист. Понятно, да, идея? То есть, он своими действиями, он себе создает вечный вот этот капитал. Мы знаем уже, например, тздака спасает от смерти, да? И она спасает от смерти, и когда идет раздача на весь мир, Бог цадика и его потомство может спасти. Почему? Это не богатство. Богатство, кстати, интересно, мы это в Мишле учили, да? Я до этого не знал. Когда шалом, богатство, оно человеку, как крепость его. Когда идет война, то богатство его же уничтожает, потому что первыми рубят тех, которые богатые. То есть, в момент, когда идет, ну там, какие-то потрясения, да, не дай бог, то первое ожирают богатых. Значит, богатых и толстых съедают. Ну, потому что, если, например, там голод, например, да, то есть кто-то толстенький такой, а кто-то худой. Так толстенько вас съедят в первую очередь, да? Теперь, значит, двигаемся дальше. Двадцать девятый отрывок. О'кэр бэйто инхал руах. Вот это очень важный отрывок для отношений, для семейной жизни. Двадцать девятый отрывок такой. О'кэр бэйто инхал руах. Вээвет эвиль лехахам лев. Значит, о'кэр бэйто инхал руах. Дословно переводится так. Выкорчевывает дом его, который наследует дух. Вообще непонятно. Вообще, вот если слова читаешь. He who makes trouble for his household shall inherit the wind. Какой-то он унаследует ветер. Вообще на английском переводе. Какой ветер? Руах это переводится ветер. Но руах это дух человека. Теперь. Вээвет и раб эвиль грешник для хахама лев. Для мудрого сердца. То есть, без объяснений не поймешь. Теперь, ну так как мы изучаем уже Мишли. Вот Мария Верджа пишет, что, слава богу, я худая и небогатая, например. Батшева Малка Альбац просто будет ртовно говорить. Хорошо, смотрите. Сейчас очень важный отрывок, который без объяснений не поймешь. Значит, выкорчевывает свой дом тот, кто унаследует руах. Дух. И раб, грешник для мудрого сердца. Теперь Малбин нам объяснял, что такое, во-первых, что такое инхаль руах. Руах это на языке Торы, это гнев. То есть, его, ну там есть много приводится, Малбин приводит много других мест, где когда человека накрывает гнев, это говорят вот инхаль руах. То есть, на него нашел, ну дух его, да, захватил. Теперь, значит, человек, который гневливый, который гневается, то он, естественно, разрушает свой дом своим гневом. Есть другое объяснение. Другие все мудрецы, не Малбин, они объясняют так, что вот этот вот инхаль руах, он почему-то они объясняют не гневливый, а ленивый. Я не понял, почему они так объясняют, но смысл в том, что и гневливый, и ленивый, они рушат свой дом. Потому что они своих домашних и не дают им ни морального удовлетворения, ни материального удовлетворения. То есть, человек, который гневливый и ленивый, то он, в принципе, разрушает свой дом и свою семью. Не только себя, а вокруг него есть у меня там один знакомый, который, он очень умный человек. Ну, и я его знал уже много лет. Я ему все время говорю, смотри, то, что ты знал раньше, этого недостаточно. То есть, человек, мир меняется, тебе надо учиться, тебе надо учиться. А он говорит, зачем мне учиться, я очень умный. И я, типа, в любой ситуации, я знаю, что делать. Я ему говорю, нет, мир меняется. То есть, ты знал, что делать 10 лет назад, ты знал, что делать, там, 15 лет назад. Но человек, который хочет все время быть впереди, он обязан каждый день учиться. Это делают все. Все люди, там, 10 из 9 мультимиллионеров, они прочитывают по 2 книги в месяц, обязательно. Сейчас я читаю книгу «Tools of Titans», это инструменты титанов, да, на людей, которые влиятельные в мире, которые реализованные люди в каких-то сферах. Но они все учатся. Нет ни одного человека, который бы не учился, бы не развивался. И посмотрите на основную массу людей, 90% людей. Они просто тупо убивают время, работают и жрут, получают удовольствие. Работают и отдыхают. Никто не учится. Нужно час в день минимум работать над собой. И тогда, вот, и эта работа, она для создания ресурса, физического ресурса, интеллектуального ресурса. Но ленивые люди, они это не делают. И они разрушают свой дом, потому что потом в итоге в семье денег нету, конфликты, скандалы, разводы, дети, ну, дети там не уважают родителей. И все. Почему? Потому что родители проявляют лень и сами не развиваются. Как говорят англичане, воспитывайте себя, не воспитывайте детей. Ваши дети будут такие же, как вы. То есть дети, они очень за нами повторяют. Теперь, а что такое рабом будет эвиль для хахама лев? Хахама лев это человек, который может управлять собой. То есть у него есть мудрое сердце. То, что называется, что такое мудрое сердце? У человека есть сердце, это его эмоциональная сфера, это его подсознание, которое, оно действует очень быстро, как, ну, как у животных, да, такое, там, хочу, не хочу, пошел, не пошел, вспыхнул, вспылил, там, это все, это все эмоциональная сфера. Если у человека управляющий элемент, вот этот вот интеллект, да, который как всадник, который должен это держать. И вот человек, который умеет держать свое сердце и управлять им, он называется хахам лев, мудрый сердцем. Кто такой эвиль? Эвиль это грешник, который во всем сомневается. То есть он сомневается в Торе, сомневается в, ну, в любой мудрости, да, ему там что-то рассказываешь. Кто сказал? Ой, да ладно, я тебе сейчас еще больше расскажу. Давай я тебе сейчас расскажу. То есть эвиль это от слова улай, может быть, сомневающийся. И сомневающийся, кстати, интересно, вот я сейчас понял. То есть кто такой хахам лев? Это человек, который мудростью выстроил свое мышление. То есть он выстроил себя по каким-то законам, которые он принял. Ни один человек не знает точно, как что-то работает. Мы все живем в мире верований о том, как работает мир. Каждый человек живет в мире каких-то убеждений, правил, принципов, важностей, объяснений, названий, которые он когда-то слепил, или оно у него даже не слепило, а слепилось у него, да, под влиянием окружения, времени и так далее. И есть категория людей, которые уверенные такие, да, в своей системе. То есть они верят. И они становятся сильными. Почему говорят, что дураки, они как бы более сильные? Потому что дурак, он во что-то одно поверил, в любую чушь. И он не сомневается, и он делает. А умный человек, он во всем сомневается. То есть сомнение, это слабость. Когда человек сомневается, он, ну то есть у него не хватает вот этой силы делать. Когда он не сомневается, он делает. Даже если он делает дурость какую-то, но он сильнее, чем тот, кто сомневается. Теперь хахам лев, тот, который мудро выстроил свое сердце, то есть тот, который выстроил систему и в нее верит, то он всегда будет сильнее, и вот этот грешник сомневающийся будет у него рабом, как здесь написано, то есть вот этот вот сомневающийся будет рабом для мудрого сердца. Понятно, да? Двигаемся дальше. Дальше 30-й отрывок. Мы сегодня закончим 11-ю главу с Божьей помощью, и уже будет у нас 11 глав. Мишли останется всего 20 глав, и мы будем знать самую мудрость, всю мудрость мира будем знать. То есть вот это вот тот, кто Мишли знает и запоминает, это, конечно, вообще. 30-й отрывок. При цадик этсхаим, вэлокэх нефашот хахам. Значит, при цадик этсхаим. Значит, плоды цадика. Опять мы вернулись к этой метафоре сравнения человека с деревом. Значит, цадик – это человек, который преодолевает свою животную природу и двигается в сторону Бога и выполнения заповеди. То есть он, цадик, верит, что Бог сказал – это добро, это зло. Он изучил, что Бог сказал – это добро, это зло. И он, преодолевая свои стремления двигаться в сторону зла, он двигается в сторону добра. Называется это цадик. И теперь какие плоды он производит, цадик? Цадик производит плоды дерева жизни. То есть он, та валюта, он, знаете, как сейчас есть такое выражение, вот интересно, сейчас современный мир, мы уже находимся перед самой концовкой, вот перед приходом Ашиаха. Все становится ясно. Есть сейчас такое выражение – майнить. Ну, майнить – это делает деньги. Знаете, вот эти вот все криптовалюты, блокчейны и так далее. И блокчейн – это когда любое действие, оно остается, то есть оно запоминается навсегда, его нельзя уже стереть. Это как на небе, на небе, ну, там, наши все действия записываются. Есть таковый процесс, когда человек, он вырабатывает своими действиями, вырабатывает эти вот криптовалюты, деньги. Теперь эти деньги, эти криптовалюты, то есть если ко мне сейчас человек придет и скажет, слушай, у меня есть криптовалюта, там, какой-то рифл, например, да, продай мне, пожалуйста, продай мне, пожалуйста, там, машину. Я вам скажу, я не продам машину. Мне этот рифл не нужен, у меня нет криптокошелька, я не понимаю, что мне потом с этим рифлом делать. Что это за рифл такой? Это какая-то виртуальная идея, в которую верит какое-то количество людей и которой, вроде бы, можно ее обменять на деньги. Но я в это не верю, скажу я ему. Поэтому ты свои рифлы оставляй у себя, а машины я продаю только за доллары. Понятно, да, идея? Я верю в доллары. Теперь я верю в доллары, потому что на долларах написано Ingot VITRAS, потому что все верят в доллары. И если я прихожу с долларами в магазин, мне за доллары могут продать. Ну, то есть все верят в доллары. Теперь, значит, а в рифлы не все верят. Теперь та валюта, которую вырабатывает садик, это заповеди, она идет только уже в следующем мире. То есть она обналичивается в мире, который будет после этого. То есть я должен, чтобы быть садиком, я должен поверить в Тору. Я должен поверить, что есть у меня вечная жизнь. Я должен поверить в то, что когда я приду туда, мой уровень там будет зависеть от того, что я сделал здесь. И вот эти вот заповеди, которые делает садик, это та валюта, которую он получит там, на том уровне. И это древо жизни, то есть это вечная валюта. Понятно? Велокэх нефашот хахам. Теперь есть садик, а есть хахам. Хахам это человек, который мудрец, который знает. Садик это тот, который делает. А мудрец это тот, который знает. И теперь локэх нефашот хахам, хахам он зарабатывает эту валюту, только не своими действиями. Мудрец он сидит, вот например, я приведу вам сейчас пример. Был такой великий цадик, он был цадик, его называли. И мудрец, с моей точки зрения он больше мудрец. Это Раби Нахман, кому на Мадилу сейчас все ездят. И Раби Нахман, ему Бог открывал какие-то вещи, которые до него никому не открывал. То есть он придумал, ну не придумал, он как бы создал свое учение, которое внутри иудаизма, но это отдельная школа. И он, значит, не хотел никому это открывать. Он свою первую книгу, он первую книгу написал, так предание говорит, в 6 лет. И он ее сжег. Потому что там в 6 лет уже были открыты тайны, совершенно невероятные тайны, которые людям не надо было знать. То есть ему открывались такие вещи, которые другим не открывались. Но потом он в 26 лет рассказывает такую историю, что он, значит, начал в 26 лет обучать. Он согласился быть Рэвой. Люди знали, что он знает тайны, но он никому не хотел открывать. И потом его спросили, значит, а почему вдруг вы решили открывать? И он говорит, я почему не хотел открывать? Вначале надо понять. Потому что я сам не воплощал тот уровень святости, ну, к которому я стремился. Я считал, что для меня важнее дойти до этого уровня святости, чем обучать. Я считал, что я не имею права обучать других людей. По каместе я сам на 100% не реализовал себя. Теперь, ну, а почему начал тогда обучать, спросили его. И он рассказал такую историю, что был один человек, богатый очень, который хотел помогать другим людям, и он им давал деньги на открытие бизнеса. И вот к нему обратилось 10 человек, и он каждому дал по определенной сумме одинаковое на открытие бизнеса. Они открыли бизнесы все, но один человек буквально первые же несколько месяцев потерял эти деньги. И он потерял эти деньги, и он понимал, что он уже отдать не сможет, а им на год дали. И он ходил весь год к этим девятерым, и он их предупреждал, вы же не делайте опасных вещей, вы же помните, что вам деньги надо отдавать будет, вы же не поступите, как я поступил, что я все потерял, то, что мне дали. И он год ходил, их предостерегал, уговаривал, объяснял, чтобы они не потеряли. Прошел год, они возвращаются, возвращают все деньги, а этот-то у него нечего вернуть. И тут эти девять человек говорят этому, кто занял деньги, говорят, вы знаете, он, да, он вам не вернул, но все мы вернули из-за него. Мы из-за него вернули. Если бы он нас не предупреждал, мы могли бы столько ошибок сделать, что, ну, то есть мы бы не смогли. И Раби Нахман говорит, что я, несмотря на то, что я, то есть я сам еще не на том уровне, на котором я хотел бы быть, но я считаю, что важнее других людей обучать, их предостерегать, чтобы они предостерегать, обучать и так далее. И так он начал обучать. Теперь вот здесь написано в 30-м отрывке, что прицадик эцхаим. То есть плоды цадика, это дерево жизни, то есть он выполняет, он делает митцвод, делает заповеди, и в этом его сущность. В хахам написано, в луках не фашот хахам, берет души хахам, хахам мудрец, знающий, он просто сообщает знания. Он получил, он передал, он узнал, он передал, он обучает Торе. Он сам, есть вот, например, люди сидят в ешивах, целый день сидят в ешивах учатся, это они хахами, мудрецы. Давайте последний отрывок, то мы уже 22 минуты. И 31-й отрывок. Эн цадик, беретс и шулям. Да, говорит, последний отрывок. Да, праведник на земле будет ему заплачено. А в тираша в ехоте. Так же, как, тем более, злодею и грешнику. Значит, а что будет заплачено этому цадику, написано, на земле, да, имеется в виду здесь, на земле? Оказывается, цадику будет заплачено за его грехи, с него спросят здесь. Именно поэтому иногда говорят, вот человек праведный, он все делает, и у него не прет ему, да, ему не прет, ему там, он страдает и так далее. Вот написано здесь, 31-я глава. Да, цадику на этой земле должно быть заплачено, потому что в другом месте, в Каэлите, в Экклезиасте, царь Соломон сказал, что нету цадика, который бы не согрешил. То есть, человек, который действует, много делает, в любом случае, где-то он может нарушить закон, и у него есть грехи. А Бог, он милосердный и справедливый. Если эти грехи были сделаны, то за них должно быть заплачено. Но так как там у цадика огромный-огромный депозит на небе, да, и у него его впереди вечность ждет, то что ему здесь? А здесь с него спросят за его мелкие грехи. Так говорится, если с цадика Бог спрашивает за грехи, так тем более со злодея и грешника он спросит здесь за грехи, а там у них ничего не будет. То есть, все будет и честно, и справедливо, и правильно. Понятно, да? То есть, что отсюда мы можем сделать вывод? Мы можем сделать вывод следующий. Первое, что тот, кто уверен в своем богатстве, тот, это неправильная уверенность. То есть, богатство, оно помогает, богатство, оно создает внешние условия. Если есть деньги, удобнее заниматься торой. Все делать в жизни удобнее, если есть деньги. Но надо понимать, что деньги это средство, и это не цель. И тот, кто полагается на деньги, что они его спасут, это ненадежная штука. Лучше полагаться на заповеди, добрые дела, молитвы и связь свою с Богом, потому что она выруливает человека в любой ситуации. А богатство, оно в каких-то да, в каких-то нет. И это, опять же, валюта не вечная, потому что по-любому человек умирает, ничего с собой не берет. Теперь, дальше, что мы выучили, что гневливый человек и ленивый человек, он нарушит свою семейную жизнь, вообще свою жизнь. То есть, качество, характер, это очень важно. И что цадик, он инвестирует в будущее. И надо понимать, что, ну, в любом случае, рано или поздно, дай бог, чтобы поздно, но все мы там будем. И опять же, можно сказать, я не верю, и там ничего нет. Это выбор. Это выбор. И может человек сделать этот выбор. Он может сделать выбор, что он развитая обезьяна. Он может сделать выбор, что там ничего нет. Он может сделать вывод, что он станет после смерти лягушкой или лилией, например. То есть, это все, человек может верить во что угодно. Но по факту, как бы, да, если разобраться в предложенных вариантах, то быть религиозным верующим человеком, это лучший выбор, который только есть. Потому что он перспективный, он понятный, он такой вот, когда ты уже начинаешь это делать, то на уровне ощущений ты понимаешь, что реально работает. Реально работает. Все, дорогие друзья. Сделайте своих три вывода. Я сейчас изменил вчера свою систему сверхобучения 3П. Это была годы, моя главная система. И сейчас она превращается в 4П. Что это значит? То есть, вы, когда сделаете свои три вывода, запишите их и сделаете 2П, какой-то план действий, и 3П, поделитесь с тремя людьми, 4П, нужно это повторить, то, что вы поняли, повторить завтра, через неделю и через месяц. И тогда вы это запомните навсегда. Все, делаем 4П. Удачи, успехов, хорошего дня. Все. 4П.